Привет, привет, мои хорошие! С вами Татьяна. Это видео о сумках. Сумочки, сумочки, сумочки. Кто не любит сумки? Я вам сегодня покажу мои самые любимые сумки. Те сумки, которые я ношу чаще всего. Начну я из сумки итальянской. Она бордового цвета, так как у нас сейчас осень. Хочу показать ее вам. Она самая обычная. Вот такого бордового цвета. Здесь я повесила брелочек, который купила в Италии. Я с этой сумкой ездила и в Южную Корею, и в Италии. Я с ней путешествовала. Сумка кроссбоди. Вот такой ремешочек. Здесь вот так она выглядит. Сзади есть карман. Я люблю, когда здесь карман есть, потому что можно положить пропуск на работу. И сумочка такая более удобная становится, когда есть внешний карман. Вот такая вот сумочка. Здесь тоже, кстати, можно расстегнуть. Если нужно что-то высокое положить, то вот таким образом положить и как-то выйти из положения. Такая мягкая кожа. сумочка классная. Здесь есть кармашек. Вот тут что-то написано. Здесь написано Мады и Италия. В общем, сумка. У меня очень она часто бывает в ходу. Вот такая сумочка бордовая. Эту сумку я сочетаю с разными бордовыми вещами. У меня есть туфли из манка. Такие вот беговые, бордовые на очень низеньком каблучке. Очень мягкие значит туфли тапки. Я их называю. И вот смотрите по цвету они неплохо подходят. А также когда становится более холодно я надеваю ботинки. Они тоже бордового цвета. Вот такие. Ой. На такой тракторной подошве. И тоже эти два цвета замечательно смотрятся. У меня есть бордовая юбка, бордовые брюки. Так что эта сумка всегда в ходу. Вот например такие есть брючки. Самые обычные прямые брюки пошиты как джинсы. И вот видите. И конечно можно просто читать бордовый цвет и синим. Я очень люблю темно-синий. голубой цвет. Такой средний синий цвет средней тональности. И два цвета синий и бордовый замечательно работают в осеннем гардеробе. Лично мне это сочетание очень-очень нравится. И конечно же с коричневым вот эти вот брюки что я вам показала бордовая хорошо будут сочетаться и с коричневой какой-то обувью. Можно например такой вот ремень надеть вот такие босоножки либо же туфли. Я уже не стала все обувь показывать то что это невозможно если вы видели здесь вокруг меня столько всего лежит. Так это бордовая сумочка сумочка номер один. Следующая сумка у меня будет базового тоже цвета бордовый цвет это базовый цвет. также у меня сумка есть такого бежевого цвета я в основном конечно ее ношу осенью. Это сумка Вельфаре вот она такая здесь тоже сзади есть такой карман который мне нравится она с ремешком я ремешок не нашла чаще всего я ношу ее почему-то без ремешка не знаю почему сняла как-то одно время здесь опять же есть карман вот такой застегивается два кармана вот без застежки внутренний я люблю такие сумки когда есть внутренний вот этот карман который тоже застегивается и такая она кажется безопасна здесь ножки есть мягкая кожа в общем я довольна очень этой сумкой у меня всегда приятные впечатления когда я смотрю на эту сумку с этой сумкой я тоже ездила в Италию в какую-то поездку с этой сумкой тоже приятные впечатления потому что я к дочери своей ездила в Южной Корее так что это мои сумки путешественницы и к тому же это базовый бежевый цвет и всегда будет работать и в весеннем и осеннем и летнем гардеробе сумка черная черную сумку я тоже люблю но я как-то в последнее время ее немножко реже вот ее использую реже всего в последнее время когда я только купила ее очень много использовала это сумка Вельфары вот такая кожа здесь неубиваемая опять же здесь такой средней широты ремешок золотая фурнитура так что здесь у нас карманчик есть опять же здесь на молнии здесь кстати есть потайные карманы вот видите на таких кнопочках с одной и с другой стороны кнопки кстати говорят очень хорошо прилегают девчонки у меня есть видео года два назад я снимала мои сумки с тех пор конечно сумки увеличились какие-то я уже перестала носить отдала а вот из того видео перекочевали вот эти сумочки этой сумки наверное уже лет 4-5 ну дальненько она у меня тоже сумка вельфары так что вот значок здесь такая что это такое птица наверное какая-то вот опять же здесь один карман второй карман карман посредине тоже на молнии и сбоку карман тоже на молнии так что это кошелек декай люблю этот бренд серенький с одной стороны видите тоже можно как мини-кладчик использовать потому что сюда небольшой телефон тоже помещается смотря у кого какие телефоны бывают такие огромные в общем такой кошелек у меня здесь лежит так вот такая вот черная сумка тут она у меня единственная черная в последнее время я очень люблю светлые какие-то сумки голубые самая любимая ну нельзя сказать что самая любимая но одна из любимых моих сумок тоже вальфары как вы видите я очень люблю этот бренд здесь значок с этой стороны вот такие вот сумки актуальны сейчас во многих брендах я вижу вот такую форму вот так вот здесь вот закругление да так настроченные здесь ручки вот она сбоку она очень очень вместительная вроде бы кажется не очень большая ну вот здесь есть такая молния внешняя так что у нее внутри она точно так же устроена здесь есть вот такие вот карманы на молнии есть в середине разделяется на два да тоже очень удобно и здесь два кармашка вот такие без молнии то есть самая обычная сумка фурнитура здесь такая слегка золотистая как под шампань не очень яркая мне нравится вот эта сумка очень часто ее ношу и летом и весной и осенью у меня много одежды голубого цвета поэтому эта сумка у меня часто используется например голубая курточка у меня есть обувь это куртка Бетти Барклай у меня есть пуховичок длинненький тоже такого голубого голубого цвета и поэтому сумочка у меня очень очень часто используется я ее люблю так вот самая обычная такая сумка она может выглядеть и как деловая и как кэжел там через плечо кроссбоди надевать и у меня много белой голубой одежды белой рубашки голубые рубашки так вот хорошо используется у меня эта сумочка у меня здесь сумка белая ну эту сумку я купила очень давненько наверное да не так давно два года назад с ней я путешествовала в Узбек Истанбул в Ташкенте кому интересно посмотрите мое видео из Узбекистана там много хороших таких позитивных видео базар восточный там мы ходили в ресторан в разные музеи кому интересно посмотрите тоже как бы эта сумка у меня вызывает позитивные эмоции она из кожи такая мягенькая кожа так вот здесь прострочено здесь можно это все снимается на таких кнопочках вот расстегивается застегивается это тоже можно все снять и повесить например другой ремень вот например синие ремень либо коралловый либо желтый какой угодно и просочетать с какой-то одеждой то есть это такая кэжуал сумка неплохо смотрится я так вот здесь завязала ее в общем такая беговая сумка с белыми кедами какими-то туфельками из белого или светлого какого-то цвета ну в общем на замочке здесь она без змейки не застегивается ну такая вместительная сумка шоппер и мне кажется такая сумка тоже должна быть в гардеробе женщины похожая какие-то шопперы какие-то большие сумки и в основном конечно же я ее ношу летом ну не в основном а постоянно летом ношу весной очень редко осенью тоже а вот летом хотя я знаете вот в последнее время очень как-то резко отношусь к тому что зимой там только синее темненькое коричневое какое-то черное носить а в теплое время там белое какое-то такое светлое радостное я ношу во все времена какую-то светлую одежду и мне это очень-очень нравится нравится знаете вот даже зимой когда белый полушубок какие-то белые молочные брючки белый объемный свитер какая-то сумка тоже светлая и так это классно смотрится и когда вижу такие образы я обязательно смотрю на такую женщину рассматриваю и вызывает такая женщина всегда улыбку это конечно же выглядит замечательно и очень-очень стильно приветствую вас тоже использовать яркие светлые цвета и осенью и зимой потому что порошки у нас есть машинки хорошо стирают так что даже белые брюки хорошо отстирываются было бы желание носить светлые в общем это мои предпочтения я очень люблю белые брюки белые одежды какую-то белую голубую гамму всегда использую такие вот луки составляю так следующее ну из белых у меня есть еще такая вот уже она немножко старенькая сумочка я даже и показывать ее не буду здесь тоненькая она не очень актуальная но иногда в каких-то моментах она может пригодиться такая вот самая обычная так у меня есть я так быстренько показываю вот такой клатч он такой сиреневый застегивается неплохо ну такой это не кожа это последнее время иногда могу ее использовать когда там куда-то в театр сходить или ну не знаю куда-нибудь на такое мероприятие где нужен клатчик хорошо сочетается и с белыми вещами и сиреневым платьем с черными и темно-синими ну в общем такая вещь пусть будет не буду избавляться от этого платья есть у меня сумка ДК НВА это я купила Виталий тоже знаете вот я всегда люблю привозить из поездок из путешествий какие-то сумки обувь и чтобы потом вспоминать и они приносили какое-то позитивное настроение мне поднимало настроение вот эта сумочка ДК НВА знаете это да американский бренд Дона Каран Нью Йорк называется так как и тут что я вам показывала кошелек эта сумка здесь имеет кнопочку ну тоже в общем легкий доступ сюда ложим то что нам не очень ценно вот здесь тоже опять же она застегивается хорошо она с одним отделе боже у меня тут что извините так убрала так вот выглядит она одно отделение здесь такой карман он не застегивается а здесь у нас на мумии вот можно ее сделать вот такой коротенький ремешок можно как кроссбоди сделать длинный ремешок очень цепочка мне нравится вот что есть здесь кожа потому что на плечо повесишь не так сильно будет убегать эта сумка потому что цепи вот у меня единственная сумка с цепями и немножко я к ней привыкаю каждый раз вот как-то не знаю цепи меня чуть смущают они слегка тяжеловатые хотя в принципе сумка не очень тяжелая так как она маленькая опять же здесь кожа софьяна такая не поцарапаешь сильно в общем сумка она долго серый цвет базовый цвет очень мне пригодится на многие годы такой конвертик вот она такая не очень большая в принципе и такая сумка тоже нужна когда я ношу такие маленькие сумки у меня несколько есть я не все взяла но сейчас покажу есть заменители пакетов как я называю сумки есть сумки из ткани я привозила тоже из флоренции когда бываю в музеях там всегда какие-то сумочки такие принтованные чем-то там допустим Микеланджело Давид изображен или там еще что-то в общем какие-то исторические какие-то события возможно ну такие есть мне сумки я правда не взяла когда-то я вам показывала но это не важно а здесь в Киеве я купила японский бренд знаете где мелочи продаются такой магазин напомните как он называется я что-то не запомнила называется и там я купила две такие сумки они одинаковые но только эту я ношу больше летом эти пакеты сумки в принципе можно носить как отдельные единицы не брать другую сумку а можно взять ту бежевую сумку вот с таким если нужно что-то нести может быть ноутбук вот макбук у меня сюда заходит хорошо так что здесь в этих сумках сейчас посмотрю у меня постоянно какие-то салфетки здесь находятся в общем здесь в сумках есть вот такие кнопки которые тоже хорошо закрываются и здесь есть вот такой карманчик вот этот карманчик не отстегивается но в принципе такой удобный пакет сумка пакет как отдельная единица либо уже с какой-то другой сумкой с коричневой может быть даже и с черной да и с голубой честно говоря носила иногда вот надо быстренько что-то кинуть не люблю пакеты они выглядят как-то неряшливо ну не всем возможно какой-то можно там подобрать который к сумке подходит по цвету или такой неброский цвет но в основном пакеты очень не очень красиво смотрятся честно говоря поэтому я использую такие сумки либо же ткани либо вот эти а это корзо вот такие пакеты так показала теперь смотрим последнюю сумку которую я хотела вам показать у меня еще есть другие сумки но я уже реже их ношу просто я сейчас показываю сумки которые я ношу больше всего чаще всего вот эту сумочку возможно вы у меня уже видели в видео это сумка майкл курс она из кожи здесь есть замочек такой кармашек на замочке это вот штучка которую можно снять потом позже сниму широкий ремень вот здесь он может регулироваться разная длина может быть как видите фурнитура здесь золотая вот такие может и кроссбоди сделать она будет длинная и легче короче здесь с другой стороны есть такой карманчик я ношу вообще вот так вот чтобы меньше было этого золота вот такая сумка вид сбоку хорошо ходит молния здесь мне нравится сумку купила на скидках очень довольна ею здесь карман опять же есть на молнии вот такой и с другой стороны карман который без молнии вот такой одно отделение здесь но я ношу органайзер вот такой у меня есть органайзер и в принципе здесь два отделения в этом органайзере одно второе оно тоже на замочке застегивается и в принципе с одной сумки в другую можно перекладывать такие постоянные вещи что об этой сумке хочу сказать очень мягкая кожа такой прекрасный базовый цвет для меня потому что у меня очень много синего голубого темно-синего светло-синего в общем такой такой цвет мне всегда пригодится я активно ношу такие цвета поэтому сумка супер мне очень нравится я вы знаете зашла в магазин посмотрела как-то она мне понравилась думаю не буду покупать подумаю еще как-то к майклу кросс относилась я немножко так насторожена не насторожена как-то не очень фанатела от него выбирала между разными брендами думаю какую же мне новую сумку купить ну решила остановиться на этой сумочке она такая может и выглядеть строго ну так не сильно строго ну в принципе можно и с деловым костюмом мне кажется ее носить и с кэжуал какими-то луками тоже она подойдет и этот вот широкий ремень он всегда создает такой какой-то мне кажется кэжуал вид я не знаю ну мне нравится в общем напишите какая вам сумка больше всего понравилась из моих а сейчас я покажу вам несколько луков которые составляю с этой с этими сумками ну хочу еще ближе немножко показать вам мои полусапожки манго очень мягкая кожа это кожаные сапожки видите такой каблучок устойчивый носила в прошлом году с удовольствием немножко весной ну вы знаете какая у нас весна была это не сильно тофахатило в общем такие вот пацанушки я их использую когда надеваю белые брюки джинсы в общем даже платья и мне кажется белая обувь немножко нас так приподнимает над землей мне очень нравится какой вид создает белая обувь и какие луки получаются с белой обувью так так я себе все показала а ну вот белые обуви чуть ближе покажу вот у меня есть такой плащ коротенький можно сказать это куртка длинная тоже белого цвета вот можно просочтать боже мой я не показала вам мою сумочку позитив как же я как я могла эта сумка со мной и виталии путешествовала и так я ношу летом с белыми вещами классно она смотрится знаете такой цветовой акцент я называю ее сумка позитивчик смотрю на этот цвет и у меня всегда поднимается настроение у меня под эту сумку много разных вещей есть вот такая вот рубашка они где-то близко по цвету самая обычная вида рубашка конечно белые рубашки линяные рубашки какие-то белые платья и вот цветная сумка всегда будет хорошо сочетаться также вот можно просочетать с этим с этой вещью с этой курточкой эта сумка какой-то цветной шарф есть шарфы вот есть такой голубой можно назвать его он хорошо сочетается вот с этой курточкой и с той предыдущей сумкой что я показывал Майкл Корс но вот если например надеть такую куртку такую сумку что там вниз коралловая и коралловый какой-то однотонный у меня есть коралловый шарф либо вот такой шарф здесь тоже вкрапление кораллового кстати этот шарф хорошо смотрится и с темно-синей курточкой и с этой в паре с этой курткой если все будет базовое однотонное эти два цвета в разных местах это сверху куртка ой сумка снизу то это все будет замечательно классно смотреться так и хотела еще одни показать что просто вдалеке наверное будет плохо видно у меня есть вот такие ботинки или полсапожки казаки они также сочетаются хорошо с этой курточкой и с пуховиком таким же такого же цвета и конечно же вот с этой сумкой видите такой цвет у них ой как показать тоже близко находятся эти цвета поэтому так я сочетаю свои луки составляю так я сочетаю эту одежду сумку и обувь и получаются какие-то интересные лично для меня луки наряды и так сейчас будем немножко смотреть какие же я составляю луки я отключусь на минуточку так первый лук на мне рубашка вот этого бренда US Polo ISSN и брюки этого же бренда кож зам замша не кож зам замша темно-синяя куртка и на ногах белые полосапожки манго вот это курточка самая обычная такой вот лук так где-то у меня лук лук вот можно вот так вот одеться внизу внизу быть любые туфли любые сапоги полосапожки сейчас минуточку можно надеть вот этот шарф здесь сочетание есть темно-синего кораллового такие вот еще морской волны в принципе те три сумки синяя какая-то коралловая не знаю любая сумка черная даже может быть подходить к этому образу понятное дело здесь может быть что угодно и майка ибо же покажу есть я из бенетона кашемировый свитер в принципе так вот когда будет совершенно прохладная похода то можно надеть что-то теплое вниз конечно же можно взять коралловую сумку и вот такие этот пулавер либо этот свитер кораллового цвета тоже будет классно смотреться так что огромное количество сочетаний с этой сумкой с коралловой и с темно-синей сумкой вот эту рубашку можно тоже надеть и будет поплескывать где-то коралловый все это будет классно смотреться девчонки в моде оверсайз поэтому я купила и не побоялась купить Марк Спенсер из на рубашку 20 размера я ношу 14 но это 20 размер и эту рубашку я ношу с узкими какими-то джинсами например белые есть у меня узкие джинсы в данный момент я надела голубые джинсы из манго и такая вот куртка у меня есть Беттин Барклай легенькая очень на такую теплую весну и осень вот так можно с этой сумкой можно с этой сумкой это это можно с серой сумкой надеваем вот такой бит смотри можно с этой сумкой сумка кроссбоди либо так угодно либо вот так вот ее также можно надеть вниз вот эти такие синие голубые ботиночки полус окошки вот так такая вот сумочка маленькая либо же вот это темно-синя здесь побольше войдет как вам вот такое сочетание белого синего разных оттенков по-моему неплохо коралловая тема здесь у меня белая куртка коралловый свитерок тоненький из манго брюки бананы манго есть брюки узенькие с узенькими еще лучше смотрится так что и белые полусапожки тоже из манго так что почти лук из манго можно надеть конечно же вот такой как-то если прохладно чтобы прикрыть шею да можно вот так можно без него эти брюки бананчики они свободненькие вот здесь пояс есть сумка так что яркие цвета можно носить и осенью я считаю как вам такое сочетание есть у меня шарфик однотонный вот такой как синий я вам показывала вот этот есть коралловый я просто его не достала уже не буду бежать поверьте мне на слово да вы видели его у меня то есть получается можно что угодно можно вот рубашку надеть тоже она кораллового цвета вниз вот такой лук можно составить и вот белая обувь все так очень гармонично смотрится там как вам такой свитерок тоненький когда не очень холодно я так надеваю осенью здесь я уже вам показывала можно применить вот такой ремешок прицепить и будет как будто ремень этой сумки вот так носить ну вот девчонки не буду уже показывать бордовые вещи на себе все понятно можно миксовать как угодно эти вещи например вот эти вот бордовые туфли бордовые брюки либо же бордовые ботинки бордовые брюки а сверху можно надеть что угодно какую-то блузу однотонную и есть у меня вот такой жилет сейчас же жилеты модные вот оно где-то середнево бордовое тоже какой-то цвет и такие вот брюки есть широкие у меня и в принципе какой-то такой лук можно составить с бордовой сумочкой как вам мои сумки напишите какие сумки вам понравились вообще новенькие подписывайтесь кто первый раз у меня на канал подписывайтесь мы с вами тут развлекаемся ходим по магазинам очень-очень часто девчонки которые мои подружки уже давным-давно комментируйте ставьте лайки нажимайте кстати на колокольчик чтобы не упустить мои следующие видео я думаю что мои видео вам очень-очень полезны ну все мои хорошие до новых видео с вами Татьяна пока-пока пока пока субтитры